Также разыгрывается подарок, это опять же ближайшее занятие по ЦУГУМ. И это будет один человек, тот, который лучше всего пишет эту сделку. Достоинства верхнего уровня сделки, двухуровневая сделка, напоминаю, и нижнего уровня сделки. Почему деньги заводятся сначала? Вот сюда, потом вот сюда. Итак, вопрос номер один для всех, для вас. Где у нас венчурная сделка? Это верхний уровень сделки или нижний уровень сделки? Венчурная сделка получается верхний. Ура! Кто сказал? Гаухар. Гаухар, медиэтовал. Да, хорошо. Венчурная, это, да, верхняя. Правильно. Второй вопрос. А характеризуйте достоинства верхней сделки? Верхняя сделка, она тем хороша для старта. Так. Почему? До проверки аудита, что нужно будет поднять хорошие деньги. Да, в данном случае о какой прибыли идет разговор? Если тысячу долларов, то получается 2-2,5 миллиона. Все правильно ты поняла, молодец. И теперь, Гаухар, расскажи, пожалуйста, минусы верхнего уровня сделки. Ну, если, по моему понятию, после проверки, после всего идет минимальный доход. Я бы так не сказал, 200-250 раз за год увеличить деньги, это круто. Но она снижается в 10 раз, если ты это имеешь в виду. Да, но это не выгодно. То есть, после аудита четверки доходность снижается, да, правильно. Ну, она стабильно получается. Но снижается она совершенно обоснованно, потому что надежность вырастает. Ну и доходность совершенно точно, надежность вырастает, доходность падает, все нормально. Как использовать эту ситуацию так, чтобы остаться при своих совершенно точно при любом раскладе, а при хорошем сценарии поднять нормальное количество денег. Ну, сумма зайти, повысить, конечно, свой доход. Куда зайдем? Куда заходим сначала, Гаухар? Куда заходим? Правильно, правильно, так и надо делать. Гаухар, конкретная задача. Итак, предположим, ты нашла, тебе повезло, две такие компании, два таких инструмента, один из них сверхвысокодоходный, это стартап, прям я в этой сделке участвую. Как сделать так, чтобы повысить максимальную надежность в этой двухуровневой сделке? Обе эти компании мы рассматриваем как одну сделку, как на практике из этой сделки выжать максимум денег, но при этом создать высоконадежную ситуацию. Надо найти сначала нижнюю сделку. Ура! Наконец-то один человек сориентировался в ситуации. Почему, Ирина? Для оттуда вывести 40% высокой рисковой. Нет, 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 ты уж объясни, изъяснитесь, пожалуйста, Ирина, почему мы так делаем? Ты сказала правильно, просто объясни другим людям, мы сюда заводим деньги. Почему сюда, почему в нижний уровень сделки мы заводим деньги? Потому что там две лицензии есть. На самом деле, четыре лицензии всего, да, все европейские высоконадежная компания. Там точно ничего не случится. Да, это не фондовый рынок, один из сегментов банковский, не случайно я вам говорил про банкинг. Очень надежно и очень прибыльно. Первая компания, которая находится на этом уровне сделки. Да, в нижней сделке сверхвысокая надежность. Круто. Дальше. И вот здесь достоинством является то, что я поговорил с владельцем этой компании, объяснил, что я готовлю профессиональных трейдеров и инвесторов, и выпросил у этого владельца, чтобы люди могли взять от этого депозита кредит под 7% годовых в евро. Все, значит, завели сюда деньги. Так. Почему завели сюда деньги? Высоконадежная сделка. Высоконадежная сделка. Окей. Дальше. Как мы получаем высокую прибыль? Ну, прибыль обычная 1,5% и нужно будет получить 22% от умноженной суммы. Ирина, молодец. Мы с нижнего уровня сделки выводим 40%, потому что у меня есть спецсоглашение или док-договор, или как угодно это можно называть. В общем, для своих учеников я выделил такое условие. Я сам этим условием пользуюсь. Да, мы выводим отсюда 40%. Куда мы их направляем? Мы их направляем на верхний. Правильно, мы их направляем правильно на верхний уровень сделки. Правильно, берем мы здесь кредиты, это не бесплатная история, никто кредитов бесплатно не нальет. Берем мы здесь кредиты под сколько процентов в этой истории? Под 7%. Под 7%. А почему для нас эта сделка выгодна? Потому что там мы получим хорошую прибыль. Где? Где мы получим хорошую прибыль? На первой венчурной. Венчурной, да. Венчурной сделке нам светит не просто это сверхприбыль на самом деле. Чтобы вы понимали, реальные сделки из 1000 долларов, если будет хороший расклад, можно сделать 2-2,5 миллиона. Вот так и работают инвесторы профессионалы.